Всем привет, ребята, с вами Джофф, и сегодня мы поговорим, что же такое грамотный взвод. Вы знаете, я очень часто читаю в комментариях, мол, ой, они нагнули, потому что играют на имбо-танках, а вот если бы они играли на обычных танках, то, наверное, взводом и не нагнули. И многие, на самом деле, упускают из внимания тот факт, что, допустим, вот те вот три игрока, которые играют на трех Т-54, они нагибают не только потому, что они играют на лучшем С-9, они еще нагибают и потому, что у них есть грамотная взводная игра, которая, собственно, состоит из трех главных правил. Это фокус цели, это грамотное распределение дамага по всем трем танкам, и это грамотное передвижение по полю боя. Сегодня я попытаюсь вам на примере этого боя рассказать о всех этих трех правилах и показать, что грамотная взводная игра, это, наверное, один из самых важных аспектов игры World of Tanks, и что такая вот грамотная взводная игра, она может нивелировать многие минусы вашего танка или лично вашего опыта или скилла. Сейчас мы на карте Тундра, я играю на Т-54, бесспорно лучший С-109, со мной в взводе Иса Панцер, он играет на многострадальном Центурионе, и Оптимист. Ну, нашего лысого поклонника Адронного Коллайдера вы, конечно, знаете, но Оптимист это малоизвестный вододел, который попал к нам во взвод через постель Иса Панцера. В общем, все логично. Я занимаю позицию возле холма, танкую через башню, и, в принципе, Т-54 для данной точки подходит, конечно, идеально. Я запулился, не остался один там. Ну, я еду, еду. Вот там, где к восьмерочке, сейчас справа от восьмерки, я думаю, зайдем. Я изнасилую меня, Арта, в принципе, блин. Ёпта. И сейчас, ребята, мы вместе с Оптимистом, который уже подъезжает ко мне сзади, следуем первому правилу грамотной взводной игры. Фокус цели. Это, ребята, огромное преимущество. Если в рендоме три ваших противника, когда вы на них выезжаетесь, могут стрелять по абсолютно разным танкам и равномерно распределять по вам дамаг, то вы, играя в грамотном взводе, всегда должны фокусить одну цель. Не забывайте об этом. Я много раз видел в рендоме примеры того, как нас, допустим, с Дозертотом выкатывается какой-то взвод из трех танков, а мы с ним вдвоем. И они стреляют куда угодно, промахиваются. Один по мне стреляет, другие два по нему стреляют. Я его прикрываю. И получается, что мы в два рыла раскатываем трех игроков. Понятное дело, что если бы это был грамотный взвод, то с первых двух залпов улетел бы Дозертот, но потом, понятное дело, за ним уже я. Любой грамотный взвод должен фокусить цель, потому что вы должны не просто наносить дамаг, а выбивать стволы. Чем быстрее вы выбиваете стволы, тем быстрее побеждаете в бою и просто наращиваете свое преимущество. Сейчас, ребята, мы, в принципе, этим и пытаемся заниматься с оптимистом. Пусть мы это делаем позиционно, а не выкатываясь толпой на какие-то один или два танка. Но делаем мы это плюс-минус неплохо. И вот тут, ребята, мы решили перекатиться на другой фланг. И тут вступает в силу другое правило игры в грамотном взводе. Не забывайте смотреть на мини-карту. Давайте прям по воде к выезду туда, не делая круг. Какой расшотный остался. А все. Ис, оставайся тут, поехали со мной. Надо срочно туда, может, если сейчас там МС-3 умрет. Он, по-моему, вообще АФК. То есть, если у вас грамотный взвод, если вы играете на супер-супер танках средних или тяжелых, и вы приехали на одну точку, это не значит, что вы должны весь бой провести на этой точке. Ребята, не забывайте, вы не дерево и не дуб. Но я надеюсь, что не сосна. И вы не приросли к этому месту. Вам не надо тут пускать корни и думать, что вы тут навсегда. Смотрите на мини-карту. Если, допустим, в вашем бою, как в моем, 8-я, 9-я, 0-я линии остались без прикрытия, потому что там изначально не было сильных танков, то вы берете свою задницу железную и тащите ее туда. Собственно, сейчас мы и поступаем именно так с оптимистом. Мы едем туда, чтобы прикрыть и, наверное, даже исправить свою ошибку, потому что мы тут были в этом бою в топе, и частично это наша вина, что этот фланг прорвали, потому что, понятное дело, 1М103 не сдержит несколько танков. Тут мы видим 75-ку, но, учитывая, что она медленная, большая и опасная, мы не обращаем на нее внимания, потому что мы уже видим, что тут Т-21 с двумя Т-44 раскладывают АМ-103, и мы хотим его спасти. Ладно, нет, пофиг на 75-ку, едем дальше. Она нас не догонит, но... Давай мелочь. Помогаем АМ-103, забираем вот этих 44-ок. 2Т-44 против Т-54, понятное дело, не опасные враги, но они могут задержать нас. И не забываем, что сзади уже поднимается постепенно 75-ка. Мы начинаем фокусить цель, выдаем по одной 44-ке, но она откатывается. И тут, ребята, мы включаем, скажем так, взводное взаимодействие. То есть я вижу, что надо быстро действовать, и что я говорю? Контри этого я этого сейчас поеду убивать. Не пробил его. Под бубешку под... Убивай его, может, он меня в бочину сейчас будет накидывать. Я понял, понял, все, иду. Так, 75-ка. Вылезла, вылезла. Я говорю, оптимист, едь за следующую, которая справа, а я буду ехать за той, которая ушла вот в низину. И получается, что я еду эту, фокуси эту, а он едет ту и фокуси ту. И вот так вот, ребята, мы грамотно раскладываем два танка. И очень быстро. Да, я получил два дамага, да, я подставился, но в данном моменте, вот в этом грамотном взаимодействии, важна именно скорость. Потому что вы видите, опять же, как я и говорил, 75-ка поднялась. И я в тот момент, поверьте мне, прекрасно знал, что 75-ка уже наступает нам на наш хвост. После этого, как убрали двух 44-ок, я еду за 75-кой, и я выезжаю первым. И тут, ребята, мы вспоминаем о третьем правиле грамотной взводной игры. Распределяйте дамаг. То есть, если у вас три танка во взводе, это не значит, что постоянно должен танковать только один. Постепенно танкует по очереди каждый из танков, у которого наибольшее количество хп. Притерся. Блин, он может пробить меня. Не попал. Давай, 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 помогай. Черт. Если у меня было больше хп, чем у оптимиста, понятное дело, я выезжаю первый и в танковый урон. То есть, вам нужно до конца боя сохранить максимальное количество стволов. Тогда у вас все будет хорошо. Следуя этим трем простым правилам, фокус цели, грамотное распределение дамага и передвижение грамотное по миникарте, вы сможете очень и очень хорошо нагибать. Я вам сразу скажу, что грамотный взвод при грамотной игре может нивелировать как недостатки своего танка, то есть, если вы играете не на Т-54, а на тех же трех Центурионах, которые, как известно, не самые лучшие с Т-9. Вы также сможете нивелировать то, что у каждого из вас очень слабый личный скилл. То есть, вы можете быть каждый там с 50% в обед, или 53, или 52, то есть, однозначно не с 60% статистами. Но при этом, втроем, вы очень серьезная сила, которая может на поле боя очень серьезно повлиять на победу, ну или, понятное дело, на поражение, если вы играете плохо. Почему, собственно, раки постоянно инуют в комментариях? Ой, его взводом нагнули, а ты попробуй соло-рэндом играть. Они прекрасно понимают, что когда они своими клешнями рулят танком, и на них выкатываются три взводных грамотных танка, они просто умирают за секунду. Поэтому у них, собственно, попец и горит, потому что они знают, насколько силен отдельно взятый взвод. Вот такие вот, ребята, совершенно простые правила. На фоне очень неплохого боя на карте Тундра, где я нанес 5000 дамага, получил 2000 неудвоенного опыта. Ну и, в принципе, у нас получился довольно-таки динамичный и бодрый бой. Мы много танковали, перекатывались, забирали танки и так далее, тому подобное. В общем, что я хотел, ребята, сегодня до вас донести. Играйте взводом грамотно. В фокусе цели стреляйте не во всех подряд, а по одному вражескому танку и выбивайте их всех постепенно. Грамотно распределяйте дамаг. То есть сначала танкует один ваш совзводный, потом следующий и потом следующий. Сохраняйте стволы. И, конечно же, смотрите на мини-карту, передвигайтесь по карте и следите за тем, где и что у вас прорвали. Понятное дело, это, конечно, работает, если у вас более-менее подвижные танки. А если вы играете взводом из маусов, ну что могу сказать? Лучше вам сразу спрыгнуть с моста на Вестрилде. На этом, ребята, у меня все. Грамотно играйте взводом и все будет хорошо. Чао, какао. Грамотно играйте взводом и все будет хорошо. Грамотно играйте взводом и все будет хорошо.